Привет, зовут меня Александра Соболева, я психолог до корней волос, потому что я кандидат психологических наук, я практикующий сертифицированный гештальтерапевт и супервизор, а также я разработчик различных курсов образовательных программ, методолог и бизнес-тренер. В среде обучения я веду курс под названием «Профилактика прокрастинации и победа над ней». Этот курс очень практический и необходимый, потому что я лично не знаю ни одного человека, включая себя, кто хоть раз в жизни бы не откладывал важные дела на потом, понимая, что происходит. Соответственно, с прокрастинацией, именно с этим явлением такого осознанного откладывания важных дел на будущее, мы все так или иначе сталкиваемся. Я думаю, что, скорее всего, этот курс будет полезен студентам, людям, которые работают, учатся в разных сферах. Соответственно, это люди, которые, в принципе, сталкиваются с огромным количеством дел, с многозадачностью, которые есть у нас сейчас у всех. И нужны какие-то способы, позволяющие, с одной стороны, эффективно организовывать самоменеджмент, а с другой стороны, чуть лучше понимать себя для того, чтобы техники действительно работали и помогали нашей психике действительно двигаться в нужном направлении. И в этом плане от мам, у которых есть дети, заканчивая, не знаю, преподавателями, у которых много студентов, которым тоже нужно много что делать, не откладывая на завтра, этот курс, конечно, будет подходить. Данный курс короткий, но насыщенный. У нас всего две встречи по 4 академических часа. И за это время нам нужно успеть рассмотреть 10 причин прокрастинации, 5 стратегий победы над ней и более 10 различных техник и приемов, которые могут, собственно говоря, помочь с этой прокрастинацией справиться. И мы будем говорить о том, как заземляться, как, в общем-то, ориентироваться здесь и сейчас для того, чтобы планировать дела на потом. Мы будем говорить о техниках тайм-менеджмента и самоменеджмента. Также мы будем говорить немножечко про эмоциональный интеллект, потому что управление нашими эмоциями тоже влияет на то, как мы распределяем собственные дела. Ну и еще бонусом будем говорить о том, как говорить стоп и нет, потому что в том объеме задач, с которым мы сталкиваемся, правда, важна приоритизация, умение чему-то сказать да и это делать, а чему-то осознанно сказать нет и уже даже не откладывать на потом. И это, как ни странно, тоже один из способов борьбы с прокрастинацией. Буду рада видеть вас на своем курсе. Приходите, до встречи.